Ехали мы ехали и по дороге вот такое озеро. Горы, водичка прозрачная. Подводный охотник уже готов, чтобы проверить прозрак воды и наличие рыбы. Да? Да! Это озеро моей мечты. Мы ехали из города Неаполь в Гроцетте и по дороге увидели очень красивое озеро, на котором я не смог не остановиться. Я поплывал, чтобы посмотреть, есть рыба в этом озере. Вот такая прозрачная водичка. А что в отраслевинная? Подводный охотник ушел. Как всегда, я не взял с собой сразу GoPro, и буквально через 15 минут я увидел два больших линка, таких, которых я никогда не видел в своем жизни. Приблизно один линок 3-4 кг важен. Ну, он был величиной, как карп. И меня это очень удивило. Я с азартом вернулся назад на берег и взял с собой GoPro, взял рушницу. Но, как всегда, после этого я уже не смог так близко подойти до этой рыбы. Я видел этих больших линков, но сняти крутые кадры я не смогу. Хотя, я думаю, на одном из моментов вы увидите большого линка. И кроме линка я встретил еще другую рыбу. Вот сейчас, смотрите внимательно, сейчас будет момент, на котором буквально одна секунда. Вот, вы видели? Это был линок. Это линок был, я думаю, приблизно, до 4 кг. Я в него не попал, потому что вестань была далека. И буквально через несколько секунд я попадаю на стаю карпа. Сверху плывло два карпа. Зверните внимание, сейчас на экране, уважно. Плывет один карп и внизу інший. И я стреляю, и попадаю в голову, но стрела не пробивает ему голову и отбивается от него. Но карп попадает в нокаут, можно сказать, в нокдаун. Я сразу заряжаю ружье и стреляю еще раз. Другой выстрел был в лучный. И через несколько минут эта рыба была у меня на кокане. Шкода, что под низом не было видно, что кроме этих двух карп, было приблизно, как минимум, 5-7 больших карп, которые ишли на большей глубине. Погано видно, потому что вода в озере была очень-очистая, как вы видите. Но дно, приблизно метр от дна, был мул. И я видел очами эту рыбу, но почему-то камера не зафиксировала то, что я видел очами. Но я рад, что и такие кадры в меня вышли. Потому что в нас в Украине рідко в озерах побачишь такую рыбу. И тем больше я не готовился до этой охоты. Мы просто остановились на годинку по дороге. И Бог подарил мне такую трофейную рыбу. Я был очень рад. Я ее позже почистил. Мы остановились на море. Потому что ехать было где-то 3-4 часа. А на улице была жара. Я почистил и забрал эту рыбу в гости до моего друга. Мы вместе ее. Вот такого карпа сегодня я сомневал. Вот такого кабанчика. В озере. Не в море. В озере. Ось такий сезанчик чи карпик бомбезный. Я почистил его. Бо що їхати нам 3 години. Щоб він не спортився. Ось таке чарівне рожеве небо. Зустріло нас після вдалої підводной охоты. І ми з хорошим настроем поїхали далі по дорозі до нашого друга в Горусетто. Була така краса. Був хороший настрій. І хороша дорога. Дякую. 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 Друзья, что только что было, карп втёк, Саня почистил, а он втёк Сашко почистил Вау, 80, ты голова, 80, ты голова, слушай вот сюда, поставь голову, вот что ты Давай я поднимаю, ты башку тримай, я тримаю метр, а ты тримаешь башку Только до кончика губы тримаешь, чекай, вообще-то хвист тут Что, кто проспорил? 78, нет, как раз 80 Огонь Папа спорю Ось наш карпик замаринованный, с цибулькой и с лимоном Сейчас будем жарить Что ты скажешь, малюк? Карпик великий наш Великий карпик, правда? Где я рекопережу По рецепту Олександра Фісика, мого друга Катя пожарила в специальной кукурузиной муце А где эта мука? Хотел показать Где она? Не знаешь? Это мука В ней мы пожарили карпика, очень вкусно Друзья, если вам интересны видео из подводного поливания Обязательно ставьте лайки и я буду еще снимать схожие видео Также обязательно подписывайтесь на наш канал Для того, чтобы всегда быть в курсе всех новин Когда будет выходить новое видео, чтобы вы были первыми Дякую вам за увагу Дякую вам за увагу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok